Рекордное количество участников чемпионата России под хэквондо. 40 регионов страны направили в Сочи представители этого вида спорта. Возраст спортсменов от 11 лет. Гюниоры, взрослые и даже ветераны такой армии хэквондистов поздравил глава города Анатолий Пахомов. Он отметил, что в Сочи из 300 крупных мероприятий 60% спортивные. И мы, конечно, благодарны всем федерациям, российской федерации, международным спортивным федерациям, за то, что вместо проведения чемпионатов, вообще спортивных соревнований, выбирается город Сочи. Ну и мы, сочинцы, создаем все самые наилучшие условия для того, чтобы здесь проводились эти соревнования. Программа соревнований включает в себя личные командные этапы. Судьи внимательно оценивают в спарринге технику силы удара. Настрой у спортсменов самый что ни есть боевой. Сначала победить на российском этапе, затем отправиться на международные соревнования. В этом году Министерство спорта России тхэквондо и ТФ внесен во всероссийский реестр. У нас направление севернокорейское. Нам очень приятно, чтобы в хинчане приехала демонстрационная команда севернокорейская и вместе с южнокорейскими спортсменами с тхэквондо в ТФ той олимпийской версии. На открытии были показательные выступления на Олимпийских играх. И делегации встретились. Это уже хорошо. Уровень сочинских соревнований высокий. Наш регион достойно представлен в различных возрастных категориях. Это 30 спортсменов, 20 из которых сочинцы. И в первый же день соревнований они показали хорошие результаты. Дети год готовились, усиленно тренировались. И этот старт. Бывают же такие мероприятия, которые для начинающих спортсменов. А эти соревнования как раз тем детям, которые уже занимаются, достигают какие-то высоты и стремятся вперед в будущее. А соревнования в Сочи являются отборочными к чемпионату Европы под тхэквондо, который пройдет в конце апреля в Эстонии. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.